В эфире телеканала «Відкритий пресс-центр» с вами Анна Грабаншок и наразі мы говорим про таке. Фронт гумору та смеху. Дніпровский комик Андрій Кит организовывает благодейный сольный стендап. И власне сегодня он в наших гостях. Пане Андрій, я вас приветствую. Добрый день. Ну что ж, давайте анонсовать. Где, коли, как долго, так про что. Так, изначально всем привет. В это воскресенье, 26 июня, в 6 вечера, в прекрасном заведении First Wave пройдет мой сольный концерт, который без названия, это можно сказать больше импровизация будет. Все вырученные средства будут направлены в два боготворительных фонда. Фонд «Львы на джипе» и фонд «Третья сила». Это организация, которая помогает бойцам. То есть они закупают амуницию, защиту, пикапы, в общем, все, что надо нашим бойцам на передовой. Скажите, пожалуйста, это ваш первый сольный выступ с начала полномасштабной войны? Нет, это уже второй. Я делал 31 марта. Собирали на тепловизор. Чуть-чуть получилось собрать. Вот хотим повторить. Насколько такие заходы популярны среди Днеприяне, как много людей приходит? Вы знаете, это не только в Днепре популярно. Я даже больше скажу, вот стендап-комики это первые артисти, если нас можно так назвать, люди, которые первые начали давать концерты в принципе во время боевых действий. Я понимаю, люди не готовы к концертам, к полномасштабным фестивалям, а юмор помогает в такое время справиться. Поэтому мы давно занялись, наверное, еще в начале марта начали делать подобные вечеринки. Ну не вечеринки, это, можно сказать, вечера, где люди могут прийти, расслабиться, отдохнуть на два часа, просто забыть про тот ужас, который творится в нашей стране. И плюс еще помочь нашим военным. Ваш выступ по субботу будет полной... Воскресенье. Вибачте. Хотя в субботу тоже будет, но в субботу будет общий концерт, а в воскресенье... Вы сразу анонсуйте, что будет в субботу. В субботу будет общий концерт стендап Днепр, в том же заведении тоже в 6 вечера. С нами будет наш товарищ, друг по юмору, кедр из команды Воробушек, чемпионы Лиги Смеха. Поэтому приходите. Часть сборов субботы пойдет ему в его фонд. Кто не знает кедра, расскажу, это уникальный человек, который возит продукты в Харьков из Днепра и раздает его харьковчанам, которые в этом нуждаются. Делает это все в очень смешном костюме. Классический костюм выпускного 90-х годов, делает интересный контент. Это для того, чтобы показать, что юмор помогает. И он действительно помогает людям. Ну, власне, так. В инстаграме он очень популярный. Тоже его прихильники могут с ним встретиться уже в субботу в Фестфайфе. Скажи, пожалуйста, с начала войны происходит стендап регулярно, почти каждый вечер. На данный момент около суммы приблизительно, это наш больше директор знает, мы собрали около 270 тысяч. 270 тысяч мы передали в такие фонды, как «Львы на джипе». Основную часть «Рес» мы передали третьей силе, мы с ними сотрудничаем. Часть денег передали «Кедру», который на закупке продуктов. Есть у нас такой шелтер на Корунах, где живет 250 человек. Мы тоже туда немножко скинули. Скинули нашему товарищу по стендапу, который сейчас на передовой. Скинули нашему другу, который работает ведущей, который тоже сейчас в Донецкой области. То есть мы даем только проверенным людям, либо нашим друзьям, то есть мы отслеживаем. Нам неинтересно бы куда скинуть и потом отчитаться, вот мы такие молодцы, мы закинули. Нет, мы контролируем, грубо говоря, каждую копейку, потому что понимаем, что сейчас, к сожалению, появились такие люди, которые наживаются, которые обманывают. То есть мы собрались с командой, скажем так, днепровских ребят, парни, девчонки и делаем только то, что мы проверяем. Мы проверили, помогли, закупили, отправили, проконтролировали. То есть нам самое главное всю цепочку отследить. Не просто так отчитаться, мы скинули и все, мы такие молодцы. Нет, нам самое главное, чтобы это дошло до тех людей, которым это необходимо. Первые стендапы были для сбора денег на тепловизоры? Да. Мы их купили две штуки. Ура! Мы купили две штуки, отремонтировали пикап. И вот пока запроса на новый тепловизор нет, но вроде бы как мы разговариваем, нужен прицел. То есть мы соберем и на прицел, если надо. Чи есть подальше планы, что до стендапов у команды, а в целом у вас особисто? Вы знаете, мы после каждой вечеринки, я не знаю, я не могу избавиться от этого слова, вечеринка, может оно неуместно сейчас. После каждого концерта благотворительного мы собираемся с ребятами, такие, ну на следующей неделе продолжаем, продолжаем. А на самом деле мы не знаем, что будет там на следующий день, через неделю, через месяц. Поэтому у нас планы есть, мы хотим дальше собирать. Мы понимаем, что сейчас люди устали, деньги заканчиваются, ну и лето, не особо хочется где-то сидеть в каком-то помещении, может кого-то слушать. Но мы стараемся, и я думаю, ну мы не будем останавливаться. Мы с пацанами приняли решение фигачить до последнего. То есть пока наши пацаны там, и наши друзья, и наши знакомые, они-то там не устают, поэтому грубо нам говорить, и нельзя говорить, что мы там как-то устали, что-то не так. Ну будем фигачить, чтобы им помогать. Потому что, в принципе, мы здесь больше, наверное, пользы приносим, чем, если бы мы были там. Извините за такое выражение, но мы просто адекватно оцениваем свои силы. Мы лучше здесь поможем. Скажите, пожалуйста, если что-то завантаженности самого, так, ну, рассадки, посадки, на начале войны и сейчас. Чи больше стало людей ходить, чи меньше? Потому что, как вы говорите, ну все же в том люди, люди от войны. Вы знаете, мы собираем такое же количество, просто если раньше мы продажа билетов закрывалось за три, за четыре дня до концерта, то сейчас вот мы закрываем, грубо говоря, либо за день, либо в день концерта. То есть мы понимаем, что люди уже не так реально покупают. Но все равно мы держим планку такое же количество. Вы говорили про шелтер на Корунах. Чи правильно я розумею, это шелтер УТОС? Не-не-не, это шелтер, который курирует ФИМА, наш резидент. Там 250 человек, 60 из них это дети. Резидент Стандарт Днепр, ФИМА Константиновский, Константиновский, боже, прости меня, я не помню, я все никак не выучу твое ударение. Он взял опеку над детьми. Что он делает? Он туда приезжает, играет с ними, он привозит им аниматоров, учителей, они учат английский, различные тематические вечеринки он им делает, аниматоров. Он их возит в парк, он им покупает мороженое, разные игрушки, он их развлекает. То есть если бы вы просто приехали на Коруны вместе с ФИМА, и вот ФИМА выходит, и вот просто вы увидите, как бегут эти дети, как горят у них глаза. Но вот я же говорю, вот эта штука, не устанем никогда. Это очень круто. И каждый из нас взял кураторство над каким-то проектом. Вот ФИМА взял Коруны. Власне, також хочется с вами поговорить сьогодні про шелтеры УТОС, где, власне, вы их координуете. Розскажите, как много там помещений, как много людей там проживает? На данный момент больше ста человек. Мы, наверное, один из самых первых шелтеров, которые открылись в Днепре. Не буду говорить за Украину. Мы открылись 25 февраля. В 4 вечера к нам приехала первая группа, 26 человек. Из Харькова, район Салтовки, который больше всего пострадал. И мы, скажу так, вот на предприятии директор мой отец, а я его помощник. Мой отец человек с инвалидностью по зрению. И на этом заводе, это завод Украинского общества слепых, тоже работают люди с инвалидностью. И нам начали поступать звонки от наших коллег из других городов, чтобы мы помогли как-то разместить. И отец, в первую очередь, это его решение волевое, он принял решение размещать на предприятии. Переоборудовать. У нас был актовый зал, у нас были некоторые кабинеты. Мы более или менее освободили. Мы приняли 26 человек, и потом начали звонки, звонки, звонки. И, как говорит мой отец, когда набирает человек и слышит плач ребенка, то он не может ему отказать. Даже если некуда вложить, мы все равно принимали, мы что-то придумали. Мы выносили мебель из кабинетов, мы как-то оборудовали бытовки, медпункты. В общем, собирали все по частям. Ну и благодаря жителям нашего города и волонтерам, в первые дни волонтерства, в начале марта все окрепло, и мы начали чуть-чуть пособирать. Кто-то кровать привезет, кто-то матрас, кто-то холодильник, кто-то одежду. Плюс подключились сотрудники предприятия, огромное им спасибо. То есть, как-то получилась такая большая машина, которая едет сейчас. Она не заглохнет, бензина, блин, мало, но мы как-то дотолкаем эту машину. Ну и дальше принимаем людей. Власне, че грает тут величезную роль те, что у вас, ну, есть чимала аудитория в Инстаграме, где вы пишете там, что нужно это, або выкладаете какие-то вопросы. Насколько оперативно, власне, допомогают дніпряни? Честно, пользуемся этой штукой, пользуемся тем, что нас в городе знают, что есть какая-то минимальная медийная узнаваемость, и просто знают нас как стендап-комиков. Да, мы выставляем сториз, мы просим, если мы раньше там стеснялись, то сейчас уже в открытую. Так, нам надо 5 холодильников, вот все. Что-то находим, что-то привозят люди. Да, помогает. Честно, мы это используем, это работает. По крайней мере, люди довольны. Очень много находим специфических вещей. Вот у Фимы было задание, он в первые дни, когда вернулся в Днепр, он из Киева, вернулся в Днепр родной, он помогал бойцам в Мечниково. И там было много всего, там и медицинская какая-то операционная ширма, и какие-то специальные приспособления. Они ему кидают запрос, он говорит, а я не знаю, что это. Он просто выставляет сториз и все это прилетает. То есть это хорошая штука, которая помогает сейчас переселенцам и бойцам. Вертаючись до помещения так, шелтеров, то есть, чи вистачает наразе місц, чи все они заповнены, чи есть какой-то запас? Чи, возможно, кто-то приезжает, кто-то едет дальше? Сейчас такая обстановка, Днепр, это, наверное, основная, это, можно сказать, столица приема переселенцев. И мест никогда не будет хватать, всегда приезжают. Есть люди, которые приезжают на день, есть люди. У меня на предприятии и у отца люди некоторые, определенный процент людей, которые живут уже больше трех месяцев, потому что это люди, у которых нет дома, нет возможности куда-либо уехать. Размещаются они у нас бесплатно. Мы им по возможности помогаем трудоустроиться, что-то находим. Плюс, спасибо волонтерам, они привозят еду, они кормят. Плюс они сами еще готовят. Мы оборудовали кухню. Ну, грубо говоря, это, если так сказать, мы сделали маленький городок, в котором есть мэр, заммэра, там, коммунальные службы. И, вы знаете, сейчас скажу такую вещь, раньше я как-то скептически относился к городской власти и такой думаю, блин, что они не могут это сделать, это сделать. Теперь я понимаю, как это на самом деле, блин, сложно организовать такую огромную махину, чтобы она еще и функционировала. Скажите, будь ласка, наразе будет додатковое помещение? Да, мы взяли старое, ну, нельзя сказать старое, это, можно сказать, помещение, старый административный корпус, который мы не использовали, который мы хотели сдавать под аренду давным-давно. Но люди туда приезжали, говорили, нам это неинтересно, тут много надо денег, чтобы сделать ремонт. И вот отец принял решение сделать отдельное помещение для четырех больших семей, то есть там большие четыре комнаты, плюс бытовка, санузел, душевая. Так постельно в месте проживания, да? Да, я, мы приняли решение, что, ну, давайте так, я скажу, никто не знает, как все будет, никто не знает, что будет в Днепре, никто не знает, что будет через неделю, поэтому, ну, это надо делать. Ну, короче, мы не знаем, почему, но мы это делаем. Мы вот просто берем и делаем. Мы, наверное, сначала делаем, а потом с папой садимся и такой, так, а зачем? Потому что людям это надо. А за что? Власне, что до ресурсов, чей он? Я скажу так, есть компании, которые нам помогают. В первую очередь, я хочу сказать компании Yalantis. Это огромные умнички, я благодарен каждому сотруднику. Мы, когда посмотрели это помещение и прикинули, что сюда просто надо много вбухать, я выставил в сторис, я говорю, вот, надо, нужна помощь, помогите, кто чем может. Я говорю, можете привезти килограммы воздей, везите, можете привезти там ведро краски, везите. И эту сторис увидел HR компании, Танюша. Так получилось, что я несколько раз им вел корпоратив, и они меня знают. Вся компания меня знает. И они приняли решение компании курировать наш центр. То есть они выделяли средства, мы закупали стройматериал, мы отчитывались перед ними. То есть у нас все четко, мы готовы отчитаться за каждую копейку. И, наверное, благодаря тому, что мы четко отчитываемся, и люди нас знают, и меня знают, они помогают и верят, за что им огромное спасибо. Поэтому мы 3 июня открыли зал на 22 человека. Через пару дней мы открыли кабинет маленький на 4 человека для семьи. Сейчас вот мы скоро, я думаю, через недельку откроем вот эти 4 комнаты. Там где-то будет жить 25 человек. И плюс у нас есть еще одно помещение. Да, есть. Ну и мы его тоже добьем, тоже там сделаем ремонт. Чи допомогают это все будувати сами переселенцы? Яким вы даете отдых над головой? Да, есть у нас мужики такие, которые раньше имели опыт в строительстве. Они сами вызвались, говорят, мы хотим помогать. И так получилось, что мы их еще и взяли, трудоустроили на предприятии. То есть они строят для себя, ну и получают зарплату. Чи зарплатную отримают. Через 2 часа я такой, о, круто. Потом мне перезвонят еще, он говорит, мы тебе нашли линолюм. Я говорю, стоп, 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 не надо, все, уже купили, уже нет. Я говорю, надо краска. Все, краску во вторник нашли. Тоже перезвонят, давай краска будет в четверг. Я говорю, стоп, отмена краски, краска есть. Поэтому каждый день обновляется список, потому что работа кипит. Тобто подписываемся на ваш инстаграм. Спасибо, вы мне раскрутите еще аккаунт. Ну, власне, вы же там выкладаете все заплаты, оперативные допомоги. Да, фейсбук, инстаграм, плюс я прошу, если мои друзья видят, что я что-то выставляю, они делают репосты, тоже ищут. То есть я все время на связи, я сплю, даже купаюсь телефоном. Поэтому, если что-то, я оперативно отвечаю, потому что я еще и занимаюсь расселением переселенцев. Тобто. Ну, вот, допустим, когда у нас забит шелтер, и набирают меня люди, ну, нет, нет мест, нет возможности. То есть я пробую найти еще по своим знакомым в других шелтерах, то есть я координируюсь. У нас есть определенная связь с некоторыми шелтерами, и мы друг другу помогаем. То есть я звоню там, Ань, ко мне едет два человека, ну, некуда поселить. Она, блин, кит, ты задолбал? Хорошо, давай, я забираю. То же самое она говорит, едет там семья три человека, я говорю, на два дня могу приютить, все, отлично, я их потом заберу. И вот так вот коммуницируем, и нормально. Я очень благодарю, что нашли время для нас сегодня заветовать. И благодарю вам за то, что вы делаете именно такие люди, которые, в основном, и наближают Украину до победы. Нет, можно я скажу, к нам нашу победу приближают пацаны, пацаны, медики, которые их спасают, МЧСовцы, которые это все делают на передовой. Вот это они главные герои, а мы просто им слегка помогаем. То есть мы понимаем свою роль тоже в этом, но мы не хотим, чтобы нас идеализировали. Мы хотим, чтобы в первую очередь говорили спасибо нашим героям, нашим пацанам, девчонкам, которые там воюют, отдают свою жизнь. Поэтому мы просто скажем такой маленький защитный щит, который сзади. Вот и все. Власне, слава ЗСУ, слава Украине, нашим героям також слава и смерть ворога. Я нагадаю, что в наших гостях сьогодні був Андрій Кит. Говорили про фронт гумору та смеху, про то, что у Дніпрі, власне, на вихідних відбудется сольный стендап Андрій Кит. Его, власне, будет проводить також групповый стендап, если можно так назвать, будет проходить в субботу. А, власне, сольный стендап у неделю, заклад First Life. До рекламы открытий Анна Гременчук. Дякую, что нас слушали.